с большим удовольствием всегда приезжаю самару и не только потому что здесь мои друзья да мы с вами знакомы здесь прекрасная атмосфера но во многом потому что здесь в самаре лежат мои памятные камни помните когда вот иисус навин они перешли и ордан он говорит поставьте памятные камни чтобы помнить откуда вас господь вывел через что вы прошли да что он вам обещал это что вы в конце концов получать вот поставьте эти камни и рассказывайте своим детям и для для меня самара это то место как где я однажды положил свои памятные камни перейдя не ордан а целую волгу да я попал в место где господь он коснулся моего сердца господь он начал свое творение и продолжает по сей день продолжает в моем сердце и возвращаясь самару я вновь и вновь проживаю вот то время когда это начиналось и это знаете но это можно сравнить вот как с какой-то ностальгией мы всегда же хотим попасть вот туда где нам было хорошо да там в детство там еще что-то вот какие-то такие моменты эпизоды в нашей жизни где нам было уютно где нам было хорошо и вот самара это такое место где мне всегда хорошо где мне всегда хорошо поэтому слава богу что есть такая возможность быть здесь и господь начал во мне формирование и продолжает его по сей день и знаете я поймал себя на мысли что библия для меня помимо того что это план спасения это еще немного больше понимаете для того чтобы получить спасение ну я видел воочию такие ситуации когда человек он принимал иисуса христа ни разу не открывав библию своей жизни и господь его спасал в хосписе например когда человек умирает он понимает что он умирает и ты говоришь давай прими господа покайся прими иисуса христа и на следующий день ты узнаешь что человек ушел в вечность да вот можно вспомнить того же разбойника который висел с иисусом и иисус будучи верен и шел до конца чем мы сегодня верили слышали да так шел до конца он своей смертью он проповедовал прощение он проповедовал любовь божью он проповедовал спасение и этот человек я не знаю открывал он когда-нибудь ветхий завет знал он его не знал не суть но видя вот эту проповедь он принимает иисуса христа и господь ему будет сегодня же ты будешь ныне ты будешь со мной в раю и нам не так повезло как этому разбойнику да это шутка мы здесь мы живем каждому из нас отмерен тот путь который мы должны пройти и здесь евангелие открывается для меня как писание которое способно который имеет такую возможность имеет такую власть сформировать во мне личность личность по образу и подобию христа потому что друзья мои когда мы приходим к богу когда мы вообще приходим в этот мир мы формируемся в личность и это зависит от множества факторов начиная от того в какой семье мы родились полная семья неполная семья в какую школу мы ходим какое образование мы получили какие книги мы читали какие фильмы мы смотрим каких друзей мы выбираем мы в итоге получаемся теми кем мы есть личность и вот такой вот личностью какой мы получились мы приходим господу богу и задача господа бога сформировать в нас другую личность личность по образу и подобию христа потому что той личностью которую я был в ней не было ничего похожего на иисуса христа и сегодня я хочу поговорить о таких вещах которые мне мешают в этом преобразовании да или можно сказать мешали опять же я буду говорить от себя буду говорить я а не мы это проповедь она опять же как исповедь моего состояния через которое я прошел которое я увидел в в то время когда был на этом дублёре как раз да когда я думал что я служу и что у меня все в порядке и так далее вот поэтому вы как добрые слушатели когда вы будете со мной соглашаться вы можете говорить аминь вот когда не соглашаться палец вниз и тогда синедрион меня как гладиатора давайте откроем эсайя 44 глава эсайя 44 глава и с двенадцатого стиха здесь идет некое повествование кузнец сделает из железа топор и работает на углях молотами обделывает его и трудиться над ним сильной рукой своей до того что становится голоден и бессилен не пьет воды и изнемогает плотник выбрав дерево протягивает по нему линию остроконечным орудием делает на нем очертания потом обделает его резцом и округляет его и выделывает из него образ человека красивого вида чтобы поставить его в доме он рубит себе кедры берет сосну и дуб который выберет среди деревьев в лесу сажает ясень а дождь взращивает его и это служит человеку топливом и часть из этого употребляет он на то чтобы ему было тепло и разводит огонь и печет хлеб из того же делает бога и поклоняется ему делает идола и повергается перед ним часть дерева сжигает в огне другой частью варит мясо в пищу жарит жаркое и ест досыта а также греется и говорит хорошо я согрелся я почувствовал огонь здесь мы видим некий жизненный процесс человек имея определенный набор инструмента человек имея определенный выбор что он делает да то что делает наверное каждый нормальный человек своей жизни он пытается создать себе уют чтобы ему было тепло чтобы ему было сытно чтобы ему было комфортно да то что по сути называется жизнь то что человек проживает трудиться еще что то делает но посмотрите дальше но из другой части он делает себе идола и начинает ему поклоняться и вот эта часть она если первая часть она связана с нечто материальным с моим образованием с моим поиском работы с моим вкладыванием во что-то чтобы послужило мне для комфорта тепла уюта и так далее то вторая часть она касается какой-то духовной составляющей и но она вытекает из первой и будет что он делает себе идола и делает идола своими руками и написано что он выбирает из какого дерева ему это сделать и начинает резцом проводить красивые линии он делает красивого человека он вкладывает некую гармонию некий образ прекрасного в этого идола и ставит у себя его дома но знаете какой бы выбор я не делал из какого бы дерева я не старался сделать нечто если я не выбираю бога вот в этой второй части если я не поклоняюсь господу у меня всегда будет получаться идол если в том в чем кому я поклоняюсь если вот эта вторая часть моя духовная составляющая которая может вытекать из первой она в ней нет бога истинного бога у меня всегда чтобы я не делал какой бы выбор какое было служение у меня не было у меня всегда будет получаться идол и проходя определенные ситуации жизненные я вдруг поступаю замечаю что я поступаю не как христианин что мое поведение оно не соответствует тем критериям тем нормам которые заложил иисус христос те тем нормам которые заложены в писании что мой образ мысли мой образ жизни моя реакция на происходящее она не соответствует тому что хотел бы видеть во мне мой господь и здесь как бы я задаюсь вопросом да что апостол павел говорит что ветка я прошло теперь все новое и здесь у меня как бы некий конфликт но откуда она берется это откуда она берется вот это вот старое вот это эти вещи которые мешают мне быть свободным на вещи которые мне мешают радоваться каждодневно во христе вещи которые они не отражают славы христовой вещи которые не не отражают любви и так далее и и изучая поведение апостолов да как бы их реакцию их мысли их поведение в различные ситуации которые мы сейчас посмотрим я понимаю что это богатство в кавычках я тащу из прошлой своей жизни что приняв иисуса христа родившись в этот духовный мир я не стал вдруг другой личностью по щелчку что есть некий процесс за которым стоит работа стоит усилия стоят усердия в то чтобы я вырос в эту личность по образу и подобию сына божьего а то что происходит со мной это из прошлой жизни это от той личности это от того сергея и давайте посмотрим на первую историю поведение учеников при разных обстоятельствах и откроем евангелие от луки 9 глава евангелие от луки 9 глава с 37 стиха на следующий день когда они сошли с горы встретила его множество народа вдруг некто из народа воскликнула учитель умоляю тебя взглянуть на сына моего он один у меня его схватывает дух и он внезапно вскрикивает и терзает его так что он испускает пену и на силу отступает от него измучив его я просил учеников твоих изгнать его и они не могли я просил учеников твоих изгнать его и они не могли иисус же отвечая сказал урод неверный и разращенный так коли буду с вами и буду терпеть вас приведи сюда сына твоего когда же тот еще шел без поверки его и свел его судорогой но иисус запретил нечистому духу и исцелил отрока и отдал его отцу его мы видим ситуацию да при которой человек обращаюсь за помощью к иисусу он говорит что я обращался к твоим ученикам они не могли исцелить его и я могу себе представить да как это происходило незадолго до этого ученики исполненные силы духа святого силой божьей они ходили и исцеляли они проповедовали царство они возлагали руки они выгоняли бесов они исцеляли они несли евангелие вернулись они наполнены они были ободрены они они ликовали они вы повествуют об этом иисусу говорит господь мы делали то что делаешь ты духе нам повиновались духе нам повиновались и здесь ситуация когда человек который был одержим духом они не могут исцелить его я могу себе представить что наверное подошел сначала один потом двое потом может быть все вместе они стали молились за него возлагали на него руки что-то провозглашали но результат 0 и и давайте посмотрим на состояние некоторых из них те которые спустились горы это было пётр иоанн и аков они становятся очевидцами преображения христа до перед их глазами как бы закон и пророки видя моисея или они соединяются с обетованием со спаси с христом да со спасителем становится одним целым и эти трое они видят как бы законченный план творение божьего план план спасения да и пётр на не понимая что он говорит давай останемся здесь и он уже забыл про своих учеников он говорит поставим здесь трекущие будем и будем здесь и я задаю себе стоп пока не задаю сейчас сейчас я выйду как бы на это на прямую немного волнуюсь и мы 46 стихе мы читаем дальше не давайте в 44 иисус говорит ученикам после того как он исцелил этого несчастного он им говорит вложите вы себе в уши слова эти сын человеческий будет предан в руки человеческие но они не поняли слова этого и оно было закрыто от них так что они не постигли его а спросить его об этом слове боялись и дальше пришла же и мысль кто из них больше и вот в этот момент когда я читал эти слова я понял почему они не могли исцелить того несчастного и дело было не в том в одном писании в одном евангелии они спрашивают почему мы не могли исцелить он будет по неверию вашему но вопрос у меня возникает неверия во что ведь они только что ходили они видели чудеса они видели силу божию которую они пропускали через себя да как трансформатор они пропускали через себя они исцеляли людей и и здесь я понимаю ответ на этот вопрос когда они задают между собой такой вопрос кто из них больше я задаю себе вопрос как часто я находясь в подобном состоянии в подобном духовном состоянии какого-то духовного успеха я начинаю себя оценивать я начинаю себя оценивать как верующий человек а на каком месте я в творении божьем а что значу я как участник проекта как лидер может быть какого-то проекта как служитель в церкви на которого можно опереться как ученик господа понимаете когда я вижу как бы свое служение служение которое веду которое приносит плоды которые приносят результаты в клав вкрадывается в сердце мое вопрос господь а как ты смотришь на меня а каков я а где я сейчас когда я начинаю оценивать людей по критериям именно внешним критериям мы очень не они мы я очень часто смотрел на людей с точки зрения внешних критериев насколько успешный христианин да и смотрел как бы на его плоды на его результаты у меня выстраивалась определенная такая как бы градация и соответственно я сам себя подводил под определенное такое состояние господь каков я для тебя я знаете я вам приведу пример однажды в центре пройдя уже какое-то время там прожив там мне вдруг доверили закрывать собрание поделиться словом и мне было что сказать потому что бог он стал мне открываться в вещах в состраниц своего писания я я что-то стал понимать я что-то стал понимать я стал приближаться так аккуратно и слово стало вдруг для меня понятным и я смог вдруг я ощутил что я могу что-то сказать могу чем-то поделиться и вот настал этот день когда меня приглашают за кафедру я ты можешь поделиться и я говорю слово и как мне кажется опять же по моим глубоким ощущениям слово было хорошим слово всем понравилось и выходя уже из зала собрания идя по территории пастор на расстоянии увидев меня он кричит мне волгоград хорошо мне понравилось и в этот момент и в этот момент крылья понимаете все я почувствовал что я в этом клубе я в этом клубе которые могут выйти сюда что-то сказать что-то научить о чем-то судить понимаете кому-то что-то рассказать и как часто я оцениваю себя потому сколько я сделал для тебя господь понимаете и я начинаю любить не творение в себе не то что господь мне дал не то что господь не еще может дать не то что господь мне уже открыл по своей милости благодатья начинаю любить себя в этом творении это очень скользкая дорожка это очень опасная дорожка это и есть именно тот дублер о который говорила сестра Потому что ты двигаешься вроде в правильном направлении, ты ищешь Бога, ты готов служить, ты готов даже чем-то жертвовать, ты готов кого-то научить, но ты идёшь параллельным курсом со Христом. Потому что в твоём сердце возникает вопрос, а на каком я месте, а что я получу, а кто больше, спрашивали ученики. И вы знаете, Иисус им даёт ответ. Иисус, когда они спросили, почему мы не могли, Он им даёт ответ. Он сначала говорит, что по неверию в вашего, но потом Он добавляет. Опять же, не по неверию в Бога, не по неверию тому, что они в состоянии этого сделать, а по неверию их состояние сердца. Потому что их сердце, оно ушло уже давно от своего предназначения, от этой истинности. Они уже судят о том, на каком они будут месте. И Он им даёт ответ. Этот род изгоняется постом и молитвой. И я задаю вопрос, что такое есть пост и молитва, но не по лингвистическому определению, что такое молитва и что такое, а что по сути своей. Это посвящение. Это посвящение. Когда я посвящаю себя кому-то, когда я посвящаю свою жизнь ради кого-то, когда я готов положить в своё время, всё, что есть, вот первая часть, я готов положить для того, чтобы мой брат, моя сестра, мои ближние, они получили благословение, они получили исцеление, они получили ободрение, они получили вдохновение. Понимаете? И пост и молитва, их зачастую не видно. Это можно делать в тайной комнате, но я как человек достаточно яркий, эмоциональный, как часто я это делаю, своё служение на показ, чтобы это увидели другие, чтобы это увидел епископ, чтобы это увидел пастор, чтобы отметили, чтобы заметили, чтобы похвалили, чтобы сказали. Аминь. Понимаете? И кто больше будет? Кто больше? И Иисус говорит, постом и молитвой, посвящением, когда не видно, когда не слышно, когда ты действительно отрываешь от себя. Когда ты действительно отрываешь, вот когда есть такое посвящение, тогда есть чудеса, тогда есть преображение в образ Христов, потому что кто был посвящен больше, чем Христос? Кто был посвящен? И я вам задам один вопрос, просто чтобы вы немножко понимали, да, как бы, ну я верю, да, что вы понимаете, о чём я говорю, но просто вот как иллюстрация. Здесь вот сидят представители нескольких церквей, да, вот наверняка у вас в церкви проходят молитвенные служения, да, когда каждую неделю в какой-то определённый день и время идёт молитвенное служение. И также наверняка время от времени пастор выходит и говорит, братья, сёстры, давайте вот на этой неделе у нас пост, там трёхдневный пост, мы будем поститься вот там за ту церковь или за эту церковь или ещё за что-то. И вот теперь я вас прошу поднять руки людей, в чьей церкви на молитвенное служение приходит 100% тех, кто посещает воскресное служение. Поднимите руки. 50% поднимите руки. Ладно, центра не считается. 25% поднимите руки. Одна рука. 5% поднимите руки. Чё, ещё меньше? 2%. Вы понимаете? Но люди верующие, люди исповедующие, люди жаждущие, люди ищущие. Но когда нужда, есть нужда, когда мы говорим о посвящении, где они? Где я? Ну, слава Богу, молитвенные я посещаю регулярно. И то, наверное, только потому, что как бы у меня жена в прославлении, она играет во время молитвенного, а я её туда отвожу. Поэтому, как бы, когда пастор говорит, давайте мы будем поститься за церковь, у них проблемы, давайте мы будем с ними, единодушно вместе. Я думаю про себя, пастор, на голодный желудок кидать бетон, это тяжело. Но Господь, Он призывает и Он ждёт, да, Он ждёт этого посвящения. И когда я попадаю в эти 90%, да, или 95%, я теряю силу. И знаете, что самое страшное? Я теряю не только силу и возможность что-то производить, да, как христианин, какую-то духовную работу, но я теряю возможность слышать Бога. Потому что Иисус, когда Он исцелил, Он им что говорит? Он им говорит о своей смерти, да, Он говорит, вложите вы себе в уши слова эти, Сын человеческий будет предан в руки человеческие. Ну, дальше написано, но они не поняли слова этого. Они не разумели, они не разумели. И я хотел бы оставить призыв, что для себя, да, для вас, искать вот этого посвящения, молиться за пасторов, молиться за епископов, не только своих церквей, но и своих объединений, но быть в молитве, быть в посте за людей, которых мы, может быть, даже не знаем, но о которых пастор нам говорит, давайте молиться, давайте быть вместе. Понимаете, мы часто говорим о том, что для Бога Он вне времени, но, друзья, Он также и вне расстояния. Поэтому, когда я подвязаюсь, когда я вкладываюсь, когда я нахожусь в этом посвящении и молюсь за братьев в Уфе, за братьев в Москве, за братьев в Самаре, за братьев еще где-то, происходят чудеса Божьи, Дух Божий начинает работать, потому что Иисус, когда в Иоанна, по-моему, в 15 или 16 главе, Он говорил о единстве, что они едины, как и я с тобой един, что мы в единстве, они едины, как пусть они будут едины, как я един с тобой, как я един в тебе. И исходя из того, что... Давайте дальше посмотрим. Посмотрим. 49 стих. 46. Пришла же и мысль, кто из них больше? Иисус же, видя помышление сердца их, взяв дитя, поставил его перед собой и сказал им, «Кто примет это дитя во имя мое, тот меня принимает, а кто примет меня, тот примет пославшего меня, ибо кто из вас меньше всех, тот будет велик». И по большому счету, если действительно задумываться о каком-то месте в Царстве Божьем, о какой-то награде, о которой пишет Павел, то я должен быть меньшим, я должен быть служителем, я должен, забывая заднее, простираться вперед. Не достигну ли я Христа, не достигну ли я вот этого образа, вот этой личности по образу Иисуса Христа в служении, в кротости, в смирении, в посвящении. И давайте дальше посмотрим. 49 стих. При этом Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющих бесов и запретили ему, потому что он не ходит с нами». Да, вернусь немножко назад. И вот этот вот образ, да, вот этот вот образ служителя, вот этот вот образ, я не знаю, священника, образ проповедника, или евангелиста, или назовите как хотите, это не что иное. Когда я начинаю себя оценивать в творении, на каком я месте, это вытекает вот как раз вот из моей сегодняшней, повседневной жизни, из той атмосферы, где я вращаюсь, вытекает я сам, своей рукой, начинаю вырезать идола, начинаю вырезать идола. И начинаю искать это, начинаю поклоняться этому. И 49 стих нам описывает следующий эпизод, говорит о следующем моменте. При этом Иоанн сказал, «Наставник, мы видели человека именем твоим изгоняющего бесов и запретили ему, потому что он не ходил с нами». И 49 стих скрывает новую проблему, которая несет мое сердце из прошлого в настоящее, но верю, что не в будущее. Исходя из того, что ученики, они запретили тому человеку делать работу Божью, я понимаю, что они с ревностью относятся к репутации Иисуса и, наверное, к своей репутации. Он говорит, смотри, Иисус, Он изгоняет бесов, но Он не с нами. Он изгоняет бесов, но Он не с нами. И знаете, у каждой церкви, у каждой конфессии есть своя каноническая, так сказать, территория. Я вам даже больше скажу, что у каждого служителя может быть своя каноническая территория, которую мы ревностно охраняем. И конфессии, они охраняют страны, реликвии, церкви, они охраняют города, районы служителей, служения и тех, кому они служат. И для меня вдруг однажды, как для служителя, стало важно видеть результат своей работы. Вот если я отправил человека в репцентр, то по возвращению из репцентра, куда этот человек должен ходить? В какую церковь? В мою. Если он пойдет в другую церковь, это некая как бы ревность уже, да? Я начинаю бороться за человека. Подожди, но это мои плоды. Как бы я сеял, я поливал, я еще что-то делал. Мне важно, чтобы, может быть, окружающий, может быть, опять же, пастор, они видели, это вот, это его плоды, это его духовная работа. Понимаете, о чем я говорю? Я вам приведу конкретный пример. У меня есть, и вы его, возможно, видели, и помните, мой сосед Леха, Леша Голондарев, которого я отправил, с которым я работал, которому я свидетельствовал, в которого я сеял неустанно, и вдруг однажды, вот он поехал в центр, и он вырос в христианина, он служил 8 лет, и вот он возвращается, и вот он возвращается, и радости моей нет предела, потому что вот он мой плод, моих, моих трудов, моих трудов, не Господа, моих трудов, я туда сеял и поливал. Понимаете? Я ему дал эту листовку, ну ладно. И вот он приходит, Леша, давай, я ввожу его в собрание, да, я уже ему определил служение, исходя из его способностей, чем бы он мог заниматься, проходит месяц, и Леша говорит, я женюсь, и жена моя в Белоруссии, поэтому я уезжаю туда, вот на сердце, вот Бог так положил. И что происходит со мной? Мое сердце перевал, Леха, ты это точно открали, тебе точно Бог сказал? Я вижу тебя здесь, понимаете? Я охраняю свою, свою каноническую территорию. Как охраняют многие сегодня церкви, как охраняют многие конфессии, вы, друзья, посмотрите, вы наверняка знаете храм гроба Господня. Там у каждой конфессии есть свое определенное место. И каждая конфессия проводит служение в определенное время. И не дай Бог, ты зайдешь не в то время, это будет конфликт, это будет ссора, это будут распри. Апостол Павел пишет, кто-то говорит, я Аполосов, кто-то говорит, я Павлов. Неужели разделился Христос? Неужели разделился Христос? Неужели для Бога так важно, в какой конфессии, в какой церкви человек получит спасение? неужели я призван для того, чтобы вывести сюда и сказать, вот это мои плоды, глупец, это плоды Господа Бога. Потому что православный сейл, католик поливал, Зеленцов принял, или вы приняли, взрастил Господь. Человек спасен, и это ли не важно? Бог нас ободряет и говорит, никто не останется без награды, успокойтесь, и сеющий, и поливающий. Все получат свое. Забудь об этом. Но мы, как, знаете, вот крошки со стола, с Максом вчера общались, вот мы получили эту крошку, и вот мы бегаем с ней, мы ее охраняем, мы ее охраняем. Православные, у них там свои шкатулки, там у одного кусок Голговского креста, у второго там палец и она крестителя, вот все. Это мое, понимаете? И чем больше у тебя этих шкатулок, тем, значит, ты выше по рангу. Друзья мои, Иисус говорит, на небесах больше радости от одного покаявшегося грешника, нежели от ста праведников. Вы можете представить, если сейчас сюда выйдет один человек и примириться с Богом, на небесах радости будет больше, чем от всего нашего собрания. Есть желающие примириться с Господом? Или уже все вышли? слава Богу! Для Бога нет разницы, где человек продолжит свой путь, если его сердце, оно будет направлено к Богу, если его сердце будет искать Бога, будет искать Его воля. Я верю, я верю, что и у католиков, и у православных, и в других конфессиях, где правильно исповедуют Иисуса Христа, где правильно чтут Евангелие, есть спасение, и есть плоды, и есть работа Духа Святого. Аминь. И из этого уже ставшей нормой поведения и поклонения как бы может вытекать другой идол. Другая проблема. Давайте откроем Евангелие Атеана, 13 глава. 13 глава с 21 стиха. Ученики собрались, ученики собрались вместе, посреди них Христос, у них проходит вечеря, и вдруг Иисус говорит, сказав это, Иисус возмутился духом и засвидетельствовал, и сказал, истинно, истинно говорю вам, что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на друга, недоумевая, о ком он говорит? Один же из учеников его, которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. Он, припав к груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Иисус отвечал, тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И обмакнув кусок, подал Иуде, Симонову, Искриоту. И после этого куска вошел у него сатана, тогда Иисус сказал ему, что делаешь, делай скорее. Но никто из возлежавших не понял, к чему он это сказал. А как у Иуды был ящик, то некоторые подумали, что Иисус говорит ему, купи, что нам нужно к празднику, или что, чтобы дал что-нибудь нищим. Он, приняв кусок, тот час вышел. Ребята, возможно, я чего-то не понимаю. Давайте прочитаем еще раз. Кто это, Господи? Иисус отвечал, тот, кому я, обмакнув кусок хлеба, подам. И подал его Иуде, Симонову, Искриоту. Иуда вышел, пошел делать свое дело. Но какова реакция учеников? Иоанн нам пишет, что они ничего не поняли. Они подумали, что, может быть, он что-то ему сказал. Но знаете, друзья мои, в этой ситуации я увидел свое сердце, я увидел себя, я увидел некое лукавство, когда, может быть, на месте Иоанна я бы так же описал подобные события, потому что, когда Иисус дал этот кусок хлеба Иуде, это мое мнение, каждый из учеников подумал, слава Богу, это не я. Слава Богу, это не я. И из этого выходит равнодушие, из этого выходит состояние, в котором я пребываю, когда больше забочусь о том, а что обо мне подумают другие, а что обо мне думает мой пастор, а что обо мне думает мое собрание, когда мое состояние моего сердца таково, что что угодно, только не я. Что угодно. Когда мы читаем послание к Олимпинам, апостол Павел, он говорит о проблемах, которые были в этой церкви, о некоем разврате, который там был. И когда я читаю первая мысль, слава Богу, у нас этого в церкви нет. Но на сегодняшний день подобные ситуации могут происходить с другими церквями. Какие-то проблемы могут происходить с братом, который сидит рядом. Многие проблемы могут происходить еще где-то. Но каково мое отношение к тому, что происходит? Слава Богу, слава Богу, это не со мной. Слава Богу, это не я. Нет, у нас такого нет. У нас такого нет. Вы знаете, у нас в церкви есть определенная такая добрая традиция. Перед воскресной школой детки выходят, значит, да, и перед тем, как мы молимся за них, они начинают читать, они читают стихи, они учат там один стих из Писания и рассказывают. И вот каждое воскресенье, когда они выходят, пастор говорит, ну что, ребята, кто приготовил стих? И вот в этот момент я думаю, ай, я забыл с ним подготовить стих. Что сейчас подумать, да, что, как, как. И вот один рассказал, второй рассказал там, Данил, а ты? Нет, я думаю, понимаете, как бы, ну как так, ну твой сын, и как бы, ты с сыном, ты не учишь Библию, ты не читаешь с ним Библию, понимаете? Для меня важно не то, что я с сыном там неделю я не интересовался, как у него дела, что я с ним там Библию не читал, что я с ним не молился, что я не разговаривал с ним по душам, что он был оставлен от моей отцовской заботы, он был отлучен. Для меня важно в этот момент, как обо мне подумают мои братья и сестры, которые вокруг меня, и скажут, слушай, ну серый, ну вот это чё, ну, это он, да, это вот твой сын, да, понимаете? Слава Богу, что не я. Они не обратили на это внимания. Он вышел и пошёл, ну, хотя бы хоть кто-то стал и сказал, понятно, что он сын проклятия, что это было всё предопределённо, но хотя бы хоть кто-то стал и сказал, хотя бы тот же Пётр, Иуда, ты что? Ты что делаешь? Насколько я бываю равнодушен к тому, что происходит в других церквях, когда проблемы у другой церкви, каюсь, иногда, чем это дальше, тем меня меньше это заботит. Меня заботит то, что происходит здесь и сейчас со мной. Но Господь желает, Господь желает, чтобы мой характер, моя личность, они через Евангелие имели это преобразование, это преображение, чтобы я в единстве с моими братьями, сёстрами имел это посвящение. В молитве и посте я сопереживал с ними, потому что мы одна невеста, мы одна невеста Христа. И когда мы придём к Нему туда, Он не будет нас делить на города, конфессии и ещё на что-то, Он будет смотреть совершенно по другому признаку на нас. Аминь. И этот идол, которого я вырезаю, этот идол, который во всяком случае присутствовал в моём сердце, это то, в чём Господь, Он обличает, когда я больше смотрю на внешнее, я больше обеспокоен своей фактурой, нежели тем, в каком состоянии находится моё сердце по отношению к Господу, насколько я готов идти вперёд до конца, насколько я посвящён тому, что я делаю, потому что, опять же, как правильно говорила здесь, сестра сказала, можно делать по инерции, можно служить по инерции, можно это делать по привычке, только потому, что у тебя это хорошо получается. и потом ты замечаешь, что уже нет ни помазания, ни благословения, уже и команды давно нет, а ты один, а ты один, охраняешь свою эту каноническую территорию, оберегаешь, главное, чтобы не у тебя это, слава Богу, это не я. И знаете, мы ищем исцеления, мы жаждем исцеления, но исцеление, оно там, где есть посвящение, мы ждём пробуждения, но оно там, где есть посвящение, мы жаждем откровений Духа Святого, но оно там, где есть посвящение. Мы хотим быть похожими на Христа, и это да, и аминь, и это должно быть в наших жизнях. Евангелие должно нас менять, каждый день, преобразовывая, если не каждый день, если ты находишься в каком-то состоянии, и ты вдруг понимаешь, что ты уже в пропасти, что ты уже по наклонной пошёл, значит, надо цепляться, надо взывать, надо искать, но должен быть прогресс, должно быть движение вперёд. Опять же, как говорит Павел, забывая заднее, простираюсь вперёд. Не достигну ли я Христа, как Он достиг меня? Каждого из нас, сидящего здесь, Иисус достиг 100%. Абсолютно. Нечего прибавить больше. Каждого достиг. Но задайте себе вопрос, а насколько я достиг Христа, не как много я сделал для Христа, не как много я послужил, не какая у меня большая церковь, или ещё что-то, а насколько моя личность, я как личность, мой характер, мой образ, он подобен образу Христа. Насколько я отражаю эту славу Христа. Для того, чтобы творить дела Божьи, нам необходимо посвящение. И вы знаете, Господь, книга пророки Исаия, Он говорит, «Я искал человека, кто бы стал в пролом стены, кто бы стал в пролом стены, но не нашёл, не было никого, кто бы смог сделать этот шаг, кто бы смог стать остриём этого копья, быть первым, быть посвящённым, быть отданным, если нужно быть отверженным этим миром, ещё не знаю чем-нибудь, но для Бога». И вы знаете, как тот зайчишка из этого мультфильма, «Мы слабы, мы слабы, но Бог говорит, «Я же тебя не оцениваю по тому, какой ты слабый ты, немощный, косноязычный, я же стою за тобой, мне важно твоё желание, твоё желание идти вперёд, твоё желание меняться и менять этот мир, твоё желание нести это спасение, я всё сделаю за тебя». «Я искал одного человека, кто бы стал в пролом стены, кто бы взял на себя эту ответственность и не нашёл». И вы знаете, удивительно, но в Евангелии от Луки, в 22 главе, 24 стих, меня это, на самом деле, меня это сразило, меня это сразило, я, правда, долго не мог понять, 22 глава, 24 стих, когда Иисус говорит о своём распятии, о своей смерти. «Был же спор между ними, кто из них должен почитаться больше». Братья, никто без награды не останется, но я взываю к вам, я умоляю вас быть в единстве, искать возможности, если хотите, консолидации с другими братьями и сёстрами, которые горят, собрать вот этот огонь, если есть необходимость, если есть такая нужда по крупицам, и делать дело Божье. Мы желаем пробуждения, мы ищем пробуждения, но это зависит от нас. Бог, Он готов дать, Он ищет этих людей, но готовы ли мы в своих сердцах, или мы будем охранять свои? Он с нами не ходит, мы сами как-нибудь. Или я больше? Или ещё что-нибудь. Пусть Господь благословит нас в этом. Я получил это, я получил это откровение и очень хотел с вами поделиться, потому что какое-то время в моей жизни был застой, и я не мог понять, да, как бы, ну, что я не так делаю, я вроде ищу, вроде служу, вроде иду, пытаюсь, ну, 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 что-то не так. И Господь, Он начал вскрывать вот эти вот вещи, показывать, показывать мне моё сердце. И я благодарен ему за это. Потому что Он обещал, что начав во мне это доброе дело, начав тебе это доброе дело, Он доведёт его до конца. Нужно только слышать, уметь слышать, быть готовым слышать, быть готовым ответить на призыв. И пусть Господь благословить нас в этом.